здравствуйте уважаемые зрители и подписчики моего канала для начала хочу всех поблагодарить за то что смотрите мои видео пишите комментарии и ставите лайк отложила все дела и решила смонтировать этот ролик потому что моё видео в котором я рассказываю как с помощью ненужной макулатуры все лето не полоть грядки набрала больше 200 тысяч просмотров меня завалили комментариями хорошими плохими тоже много вопросов сейчас все по порядку вот фрагмент видео где с помощью ненужной макулатуры вы все лето не будете полоть грядки показывала на примере чеснока кто не смотрел видео а теперь внимание всем любителям книг это не пушкин не достоевский не лермонтов не булгаков которых я сама обожаю это ненужный хлам его или в топку или в пункт приема поэтому пусть послужит в огороде сверху опилки опять же для тех кто не смотрел видео результаты урожая также сегодняшнем ролике еще покажу несколько способов как не полоть грядки такой огород я называю умным мы уходим и от прополок и поливы минимальные огород находится на дачном участке возле реки всего лишь пять соток вместе с домом но несмотря на это я собираю огромные урожаи и еще раз даю соседям вы в этом убедитесь досмотри видео до конца высажена была клубника и даже не на бумагу а на старые вещи сейчас дальше я покажу как она выглядела сначала сейчас все чистенько красиво для тех кто писали что не нужно разводить на огороде хлам я не считаю что здесь какой-то беспорядок а если вы все лето хотите вести борьбу с сорняками пожалуйста у меня на это нет времени и желания изначально клубника была высажена на старые вещи абсолютно ненужные которые бы я просто выбросила бы вот так это все выглядело сначала клубника от плодоносила три года и я ее пересадила на нижнюю грядку а на верхней грядке теперь растет дыня урожай шикарный вы спросите куда же делся верхний слой сейчас покажу куда делся верхний слой но для начала урожай дынь вот такие красавицы а выросли они на грядке диаметр которой всего лишь два метра и продолжает плодоносить а на нижней грядке плодоносит клубника это конец августа можно посмотреть по урожаю баклажан все посажено очень компактно потому что полоть я сюда не лажу только для сбора урожая а теперь куда же пошел верхний слой вещей они уже были очень перепревшие и отправились на грядку с голубикой которая обожает всякий хлам шкарлупки от семечек тряпочки хвойные иголки все это идет в голубику эту грядку я мульчировала весной она опять же на бумажках потому что мне так больше нравится они перепревают вообще так что ничего концу сезона не остается здесь стелящийся томат монгольский карлик вокруг него картон опять же сверху опилки прекрасная была урожайность видео не помню какого года или прошлого или даже позапрошлого потому что этот способ я уже проверила 150 раз все отлично работает и с каждым годом урожайность просто увеличивается по сортам томатов у меня много видео обзоров на канале плейлист томаты кому интересно заходите смотрите сорта все урожайные много новинок высаживала в этом году постараюсь тоже на многие сорта сделать видео обзор это весна высаживала томаты использовала старые обои очень удобно делала надрезики между ними просовывала кустик томатика и опять же сверху все мульчировала чем есть травой опилками стенам но все что есть под рукой верху кладу досточки чтобы пока не намочила бумагу не раздула ветром когда намокнет никакие ветра уже не страшны а теперь баклажаны также все мульчировала выкладывала бумагу сверху травку можно обойтись и без бумаги но я вам скажу что сорняки без бумаги прорастают гораздо быстрее все таки с бумагой лучше и концу сезона вы от нее не найдете никаких остатков а урожайность будет потрясающая влага вся остается в земле под бумагой заводится полезные микроорганизмы и черви которые главные помощники в нашем хозяйстве это прошлый год конец сезона как вы видите у меня нет никаких сорняков никакими прополками я не занимаюсь здесь все то же самое с перцем у перцев урожайность точно также потрясающие многие мне писали какие удобрения я использую покупные никакие сама делаю за зиму собираю шкурки апельсина банана кому интересно на канале есть видео как сделать удобрение длительного действия еще перегной куриный помет зола все это можно использовать для огорода это было прошлогоднее видео а это ведет сезон 2022 здесь у меня всевозможные сорняки я уложила их между рядками перца сверху опять же скошенная травка и посередине я закрыла площадь агроволокно зачем а затем пока у меня дойдут руки до этой грядки там перепреют все сидираты посаженные осенью у вас появилось время открыли немного грядку высадили растения это перчик сезон 2022 постараюсь тоже по многим сортам сделать обзоры большое количество очень урожайных новинок сейчас покажу еще своих томатных гномов обожаю их которые также замульчированы дают прекрасные урожаи не болеют и кстати вы в курсе когда земля закрыта растение практически не болеют никакой фитофтороз вашим томатам не страшен и прежде чем писать что это все ерунда что это вам не подходит попробуйте и убедитесь что на маленьком участке вы будете собирать урожай и как с 20 соток да и многие писали что у меня огромный огород и где взять столько бумаги но за зиму можно насобирать какой-то картон ведь все мы получаем почту выписываем какие-то журналы или покупаем есть ненужные какие-то обои все это можно пустить в дело может не весь огород но хотя бы немножечко ту же самую клубнику которая очень требовательно к прополке замульчировать и не тратить свое время увлекаясь еще балконными овощами и там тоже все мульчирую при этом освобождаюсь от дополнительных поливов и урожайность просто потрясающие а теперь возвращаемся к видео о чесноке многие писали что может вырасти в такой грядке у вас все в запреет у вас все пропадет никакого урожая не будет как видите урожай большой самый крупный чеснок у меня был весом 151 грамм а самый маленький весом 70 грамм я все бросила все свои дела чтобы смонтировать этот ролик вчера был очередной сбор а плоды не ждут их нужно перерабатывать а всем скептикам скажу попробуйте этот способ и потом скажете подходит вам или нет или же поделитесь своим способом с удовольствием все посмотрим как можно еще избавиться от сорняков всех вас люблю всем больших урожаев с вами была удачная золушка